Сочи делится опытом с Ростовом. Специалисты по организации и подготовке к Чемпионату мира по футболу прибыли на курорт. Мост на Верхней Мацесте не снесут, просто расчистят реку. Работы там начались в ходе общегородского субботника. Акцент на безопасности. Глава Сочи сегодня проверил готовность школы и детских садов к новому учебному году. В Олимпийском парке снова рев моторов и визг тормозов. Первый экстремальный автофестиваль зажигания объединил лучших гонщиков России и трюкачей. Число жертв аварии на пирсе в Темрюкском районе выросло до 19. Сегодня один из пострадавших скончался в Краснодарской краевой клинической больнице. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Еще рано утром в Центральной районной больнице и главном Краснодарском медучреждении находились 19 пострадавших. Из них пятеро в тяжелом состоянии. Они находятся в краевой столице. Как отмечают медики, двоим, несмотря на помощь, опытных врачей лучше не становилось. Напомню, в пятницу в поселке Волна со строящегося пирса упал в воду автобус с рабочими. Погибли 18 человек, 33 получили различные травмы. На место трагедии сразу же выехал глава региона Вениамин Кондратьев. Вместе с губернатором строящийся пирс, где случилась авария, осмотрел председатель совета директоров компании Мишель Литвак. Губернатор края поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Царство небесное всем, кто погиб в этой трагедии. Но мы должны думать сегодня о живых, в первую очередь о родственниках погибших и о тех, кто пострадал. В этом чрезвычайном происшествии. Конечно, надо сделать выводы о причинах произошедшего, сделать все, чтобы подобная трагедия уже никогда не повторилась. Администрация края окажет поддержку всем, кто пострадал, необходимую поддержку в этой трагедии. Семьям, чьи родственники погибли, будет выплачено по 1 миллиону рублей. Для нас важно, чтобы и всеми погибших, и все, кто пострадал, и в целом люди чувствовали, что сегодня они не один на один с этой трагедией, с этой бедой. Для меня вот все люди, которые здесь работают, они мне все очень-очень близки. Все, кто бы, даже если я их не знаю, поэтому я к ним буду относиться как к своим. И максимально то, что будет зависеть от нас, мы все поможем. Мы все, все, что будет здесь, я сегодня остаюсь, я никуда не улетаю. Будем тоже разбираться, что, где, чего, почему это случилось. Я никуда не уезжаю, я буду здесь. Ну, конечно, поможем. Предположительной причиной крушения стало ДТП. Согласно основной версии, у транспорта отказали тормоза. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в трагическом происшествии уже арестовали. Это водитель автобуса «Карапет» Микаэлян и индивидуальный предприниматель, который предоставлял услуги по перевозке людей Юрий Вичерадзе. Темрюкский районный суд вынес решение заключить их под стражу сроком на два месяца. Более одного миллиарда рублей выделено на подготовку к новому учебному году в Краснодарском крае. Готовность системы образования регионов страны к первому сентября обсуждали сегодня на селекторном совещании. Провел его председатель правительства Дмитрий Медведев. Участие в заседании принял глава региона Вениамин Кондратьев. Он с рабочим визитом сегодня находится в Москве. В этом году за школьные парты сядет около 15,5 миллионов человек, отметил на селекторе премьер-министр. Из них почти 2 миллиона первоклашки. И нужно создать все условия, чтобы учиться было не только интересно, но и комфортно. Состояние школ – это, безусловно, личная ответственность глав регионов. Вы должны внимательно следить за тем, чтобы в них были созданы соответствующие условия. Как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм. В свою очередь губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что 3000 образовательных учреждений края готовы к приему учеников. Школы оснащены пожарными сигнализациями, тревожными кнопками, системами видеонаблюдения. К 1 сентября автопарки пополнились новыми автобусами. На это из краевого и местного бюджетов было выделено 226 миллионов рублей. До конца года в край приобретут еще 56 автобусов. Что касается учебной литературы, то школьники Кубани обеспечены ею на 100%. На это было выделено 550 миллионов рублей. Акцент на безопасности. Анатолий Пахомов сегодня проверил готовность школы детских садов к новому учебному году. Проверял досконально территорию, состояние зданий и внутренних помещений. Тщательно познакомился мэр и с тем, как в каждом из образовательных учреждений работает система безопасности. Какие недостатки обнаружились в ходе инспекции, расскажет Ольга Десятого. Сегодня в детском саду номер 5 по расписанию знакомства с правилами дорожного движения. Пока дети учатся, как безопасно пересекать проезжую часть, мэр города Анатолий Пахомов проверяет, все ли хорошо с точки зрения безопасности в самом учреждении. Физическая охрана есть, камеры на месте. Дети в полной безопасности. Их в этом детском саду более 150. И уже сегодня, за неделю до старта нового учебного года, здесь все готово для приема дошколят. Мы делали обрезку деревьев, мы делали покраску оборудования обязательно. Готовились внутри детского сада, готовили помещения. Текущий ремонт небольшой был, освежали помещения. А вот в этом детском саду, сороковом, что на аренде, все не так гладко. Физическая профессиональная охрана есть, а вот от существующей системы видеонаблюдения толку, конечно, мало. Ну, это безобразие. Что случилось? Ну, у них вообще один вход и все. Нет, у меня одна камера, остальные камеры у заведущей. Да, и четыре камеры выходят. Только вход. Да. И остальные камеры у заведущей поднимают. Четыре камеры у меня в кабинете еще. Что у вас там на камере? По периметру камеры. Картинка с камер должна транслироваться на мониторе у охраны, настаивает мэр. Вопрос безопасности один из ключевых, отмечает Пахомов, и проверяет работу тревожной кнопки. Группа быстрого реагирования прибыла вовремя, уложившись в 10-минутный норматив. В целом, детский сад полностью готов к учебному году. Хорошо помогли шефы, которые по инициативе главы города закреплены за каждым учебным заведением Сочи. За счет меценатов отремонтировали фасад, поставили новый забор и поменяли кровлю, которая уже давным-давно требовала ремонта. Если сложить все уровни бюджета, федеральный, краевой и муниципальный в образовательных учреждениях, плюсом прибавилось 77 миллионов. Это не так много, если считать на каждое, потому что у нас 164 образовательных организации. Что касается шефов, это наши неизменные помощники. Конечно, они самые кричащие проблемы закрывают в наших учреждениях. Оказана помощь в общей сложности на 20 миллионов шефами. Оценил Анатолий Пахомов и готовность школ к 1 сентября. В 14-й, например, подкрасили фасад, привели в порядок двор и пришкольную территорию. Учителя продолжают готовить классы к приему учеников. Анатолий Пахомов указал и на недостатки. Хоть и мелкие, но они сразу бросаются в глаза, отмечает мэр. Где-то нужно подкрасить стену, отремонтировать лестницу, а еще грамотно расставить камеры видеонаблюдения, которые преимущественно должны снимать не коридоры, а территорию школы. Наша задача – камеры ставить не ради бутафория. Мы же ставили задачу, что периметр надо смотреть. Периметр – это забор. И он должен просматриваться на камерах. В целом же школы и детские сады полностью готовы к новому учебному году. В Сочи за партой в этом году сядет на 4000 больше школьников, чем в прошлом. Но мест хватит всем. Тем более, что программа строительства образовательных учреждений продолжается. Уже 1 сентября свои двери для 200 школьников и 40 дошколят распахнет школа и детский сад в верхней беранде. Сочи делится опытом с Ростовом. Специалисты рабочих групп по организации подготовки к Чемпионату мира по футболу из Ростовской области прибыли на курорт за два дня, изучат важные организационные вопросы и познакомятся со стратегией сочинских профильных специалистов. Продолжит Татьяна Говоркова. События мировой значимости для Сочи уже привычное дело. А вот специалистам Ростовской области придется изрядно потрудиться, чтобы провести мудиаль на должном уровне. Во время совещания Анатолий Пахомов отметил, Олимпийские игры, многочисленные чемпионаты, фестивали, тестовые соревнования и Кубок конфедерации дали возможность курорту как следует подготовиться к Чемпионату мира по футболу по всем профилям. Тем не менее, вопросов, которые нужно решить, еще довольно много. Прежде всего, это на самом стадионе фишт, но и мы знаем о том, что нам необходимо доработать и в волонтерской среде, и среди жителей, провести проверку наших домов, домовладений, завершить программу приведения к архитектурному облику и многое другое. Я откровенно сказал, что мы готовы поделиться любым опытом, в том числе и по работе с прессой. Во время Олимпийских и Паралимпийских игр, а также Кубка конфедерации, в Сочи успешно работал Центр для неаккредитованной прессы. Такое нововведение позволило максимально открыто рассказывать не только о турнирах, но и о жизни города в целом. Мундиаль должен пройти успешно во всех городах России. Сочи готов делиться своим богатым опытом. Мы, горожане этих городов, которые принимают Чемпионат мира по футболу, представляем Россию. И должны ее представить на самом высоком уровне организационном. И я уверен, что это произойдет, потому что мы видим, какой интерес сегодня проявляют наши коллеги из Ростова. Они уже второй раз у нас. Мы собираемся к ним поехать и уже на месте помочь им и с работой в последней миле, и с организацией, как я уже говорил, работы в городе, волонтерской работы. Мы своим соседям обязательно окажем всяческую помощь. Помощь ростовским специалистам рабочих групп по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу крайне важна. До Мундиали осталось чуть меньше года. Процент готовности Ростова среди других субъектов, которые также примут матчи Чемпионата мира, довольно высокий. Стадион Ростов-Арена готов уже на 86%. Сдача объекта запланирована в ноябре. Подготовлена также инфраструктура и логистика. У нас строится с нуля впервые за 25 лет новой современной России новый аэропортовый комплекс Южный Хаб, самый крупный на юге России. Его степень готовности тоже в районе 90%. В декабре первые тестовые полеты будут осуществлены. У нас больше десятка объектов транспортной инфраструктуры, объекты инженерной инфраструктуры. Много водоводов, новые энергосистемы. Фактически мы на левом берегу построили стадион 45-тысячник, там, где ничего не было. По такому же сценарию был возведен и Олимпийский парк. Наглядно, как работает спустя пять лет наша инфраструктура, делегация из Ростова увидит во время экскурсии на стадион Фишт и прилегающую территорию. Осмотрят тренировочные площадки, гостиницы и пункт досмотра грузов, а также смогут побеседовать с персоналом объектов, на чьих плечах лежит опыт проведения Кубка Конфедераций. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. В минувшие выходные во всех районах Сочи прошли субботники. На уборку придомовых территорий, а также парков и скверов вышли общественники, сотрудники городских предприятий, районных и городской администрации, а также жители курорта. Основной акцент был сделан на территории вокруг учебных заведений города, в частности на Цветном бульваре в районе 24-й школы. И сам парк привели в порядок. Здесь всегда бывает много людей и утром, и вечером. И несмотря на то, что дворники уборкой занимаются ежедневно, генеральная была просто необходима. Активно помогала молодежь. У нас подготовка и к первому сентября, поэтому мы приводим территории, прилегающие школьным образованиям. А также основное внимание – это скверы, парки, это гостевые зоны. Работы связаны с благоустройством, покраска лавочек, производство работ по уборке листвы, вывоз скопившегося бытового мусора. Субботники проводились в начале курортного сезона перед встречей гостей Сочи. Как отмечают сами туристы, город удивил их своей ухоженностью. И сейчас, перед бархатным сезоном, вновь необходимо объединить усилия. Причем, когда на общественные работы выходит больше людей, чем обычно, это заметно сразу. Жители города будто договорились сегодня с погодой, которая дала им возможность прибраться в своем доме в более комфортных условиях. Не жарко и даже слегка ветрено. Соответственно, настрой на работу у людей совсем другой. Здесь, на склоне, вблизи улиц Тоннельная и Севастопольская, на субботник вышли исключительно пенсионеры. Они рассказывают, что в их завокзальном районе всегда чисто, потому что контроль с их стороны за порядком всегда есть. Ну а где проблемы появляются, тут же собираются в бригады и наводят чистоту. Самые активные пенсионеры. Да, это тоже, это от шестого тоннеля. Это Тоннельная 1, Тоннельная 23. Сами вышли на работу. Вчера много очень работали у Тоннельной 23. Убили ветки, убирали, наводили порядок. Мы любим наш район. А вот у жителей Светланы такой любви к своему району нет. Весь склон у пятиэтажки, на лысой горе, в стеклах повсюду бутылки и мусор. Помочь жителям прибыла группа сотрудников муниципальных учреждений, позвав с собой своих детей. Это я просто с мамой на субботник приехала. А мама чем занимается? Мама, у меня медсестра индуклинолога. Решили, потому что это грязно, решили все почистить. Кстати, в этом месте, признаются активисты, они уже убираются не первый раз. Собственники квартир из своего жилья на субботник никогда не выходят. Соответственно, и бережно относиться к зеленым зонам здесь не заведено. Если бы местные выходили, если бы местные убирали, тогда бы, наверное, было бы все это чище. Потому что склон уже убирают, и по весне убирали склон, и летом убирали, вот сейчас осенью убирают. Конечно, уже намного чище склон, намного все, но тем не менее стараемся, чтобы было лучше. Это же нам, это наш город, это наш район. А на конечной остановке 92-го маршрута почти домашний комфорт. Кресло кто-то выбросил, его подобрали, хотели сделать удобнее, но вот вышло как-то смешно и неприглядно. Хотелось бы, чтобы люди вели себя более аккуратно, хотелось бы, чтобы не бросали окурки, хотелось бы, чтобы не бросали мусор, не оставляли мусорные пакеты там, где этого не должно быть. Но, к сожалению, культура пока еще оставляет желательно лучше. Кроме рабочих рук была задействована и техника. Только в Хосинском районе 17 машин по вывозу мусора. А на реке Мацеста работал бульдозер. Отремонтированный силами жителей Верхней Мацесты мост, единственный соединяющий поселок с городом, представляет серьезную угрозу в период паводка. Слишком низкий он легко может стать преградой для плавающих веток и, соответственно, причиной подтоплений. Администрации города по поручению Анатолия Пахомова, чтобы не сносить восстановленный самими жителями объект, было принято решение почистить русло реки и углубить дно. Для того, чтобы он не стал плотиной во время высоких паводков, нам нужно вычистить подмостовое пространство и расчистить русло реки. Чистку русло реки Мацеста местные жители восприняли с благодарностью. Предстоящая непогода им теперь не страшна. Когда, допустим, дождь проходит, и раньше вот было как, то есть мы просто стояли и ждали, когда вода уйдет, понизится уровень воды. Это могло продолжаться и два-три часа, а могло продолжаться и сутки. То, что уже сейчас сделано, это уже большой плюс, что мы уже, так скажем, в зиму войдем более-менее спокойно. Очистка русел горных рек началась в Сочи повсеместно, в преддверии осенних дождей. Такое решение было принято на Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи ликвидировали перевалочный полигон для мусора. На территории ЗСМа сегодня провели генеральную уборку. Тонны мусора завод строительных материалов принимал больше года. ТБО сюда поступали перед вывозом на полигоны Краснодарского края. С большим наплывом туристов многократно увеличились объемы мусора. В период летнего сезона сюда приходилось свозить порядка 700 тонн отхода в день. Для того, чтобы вовремя убирать контейнерные площадки, САХ перешел на четырехсменный режим работы. Но оперативно мусор вывозить не удавалось. Причин несколько. Летом действовали ограничения по передвижению большегрузов по федеральным трассам. Кроме того, полигоны Краснодарского края отказывались принимать сочинский мусор. Сейчас достигнута договоренность о вывозе мусора на лицензированный полигон в Белореченске. Это уже дало положительные результаты. Таким образом, Сочи в принципе уйдет от практики накапливания мусора на перевалочных пунктах. Что же касается ЗСМ, то сюда завоз мусора прекращен еще с 16 августа. Как мы можем видеть, находилось вот здесь около полторы тысячи, двух тысяч тонн. И там около тысячи тонн мусора. На данный момент мусор весь вывезен, площадка очищена. Сейчас ведется генеральная уборка и обработка территории. К слову, на ликвидацию свалки на ЗСМе по решению властей курорта выделено 26 миллионов рублей. И на вывоз мусора с транспортной, где по вине прежнего руководства мусоросортировочного завода скопилось 5000 тонн отходов, еще 61 миллион. Там также начались работы по вывозу мусора. Несмотря на все предупреждения энергетиков, беспечные водители продолжают рисковать собственной жизнью. Статистика случаев, когда строительная и сельхозтехника приближаются на недопустимое расстояние к энергообъектам. Тревожное. Подробнее в нашем следующем материале. Только за половину июня в Краснодаре произошло три случая, когда большегрузная техника начинала работу прямо под линиями электропередачи. По какой-то невероятной случайности никто не погиб. Но без электричества оставались в общей сложности сотни тысяч людей и множество социальных объектов. Все организации, всех землепользователей, которые имеют земельные наделы в охранных зонах линий электропередач напряжением 110 кВт и ниже, в случае необходимости производства работы в охранных зонах линий электропередач необходимо обязательно согласовывать все погрузочные и разгрузочные работы, все перевозки негабаритной техники, любые работы, связанные в охранной зоне линий электропередач с электросетевыми организациями. Однако предупреждение Кубанинерго слышат не все. За первое полугодие 14 раз кто-то пытался начать строительные или разгрузочные работы прямо под проводами. И 87 раз водители врезались в опоры. Счастье, что все остались живы, говорят специалисты. Хотя в одном из недавних случаев в Краснодаре от электроразряда у грузовика оплавились лапы и лопнули шины. Буквально неделю назад я лично проводил совещание администрации города Краснодара по недопущению нарушения охранной зоны строительной техникой, грузоподъемной техникой, кранами, вышками в охранной зоне линии 110 кВт. Напоминаю охранную зону линии 110 кВт. Это и является площадью на землю 20 метров в разные стороны. Энергетики несут убытки. Тысячи людей остаются без света. Водители большегрузов подвергают себя смертельному риску. Компания Кубанинерго еще раз убедительно просит согласовывать любые работы вблизи энергообъектов. Пока не грянул гром. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Русский для японцев. В Сочинском институте Российского университета дружбы народов стартовал международный образовательный проект «Летняя филологическая школа. Русский язык как иностранный. История города Сочи в мифах и легендах». Слушателями такого курса стали студенты из японских университетов Сока и Кейо. Сотрудничество Сочинского института РУДН и университета Сока длится больше года, но студенты российского и японского вузов встретились впервые. Местные ребята проводят для иностранных товарищей экскурсии по Олимпийскому Сочи, а преподаватели занимаются с японцами фонетикой и грамматикой. В целом программа рассчитана на знакомство с культурой и традициями нашей страны, а также на поддержку и популяризацию в иностранных государствах русского языка. Но и дружбу между странами никто не отменял. Японцы уже, как известно, ей придают большое значение. Самое главное – это создать дружбу. Россия и Япония – это страны-соседи, но, тем не менее, до сих пор не очень сильно развиты их отношения. И поэтому мы, собственно, решили все вместе начать русско-японские студенческие действия для того, чтобы расширять эти связи и эти отношения. Не просто японцу дается произношение, но занятие дома в русском центре, который работает в университете Сока, и учеба в летней школе Сочинского РУДН дает свои плоды. И преподаватели дают обнадеживающие прогнозы. В итоге пилотный проект станет ежегодным. Японцы обожают город Сочи. В вашем городе есть такой знаменитый на весь мир университет, институт, филиал Российского университета дружбы народов, который входит в очень знаменитую сейчас на весь мир программу 5-100. Ваш университет, я думаю, благодаря во многом вашему ректору Надежде Ивановне Козловой себя проявляет в мире очень активно. Лето в РУДН выдалось насыщенное. До приезда японцев в институте завершилась летняя экологическая школа для итальянских студентов. В начале же учебного года здесь стартует новый проект, но уже для абитуриентов. В Сочинском институте РУДН открывается факультет журналистики. У нас договоренность с союзом журналистов города Сочи. Они предлагают нам свои базы, мастер-классы, круглые столы, живое общение. Приглашаю всех творческих людей поступать на направление журналистика. Отделение журналистики, к тому же международное, отмечает в Сочинском институте РУДН, так же, как и все проекты университета, призвано способствовать развитию дружбы и партнерству между странами. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На выходных в Олимпийском парке был слышен рев моторов и виск тормозов. На Сочинском автодроме при поддержке мэрии прошел первый экстремальный автомобильный фестиваль «Зажигание». Он объединил участников лучших гоночных команд России и автомобильных трюкачей. Тройной дрифт, змейка, управляемые заносы, виражи. С высоты трибун кажется, что это не полутонные автомобили, а скорее игрушечные машинки. С легкостью опытные водители ставили их на два крыса. Украшением дня стало шоу каскадеров. Они выступают на автомобилях с армированным кузовом. Он укреплен металлическими пластинками и вставками. Это нужно для того, чтобы сохранить здоровье и спасти жизнь. Один из самых зрелищных номеров фестиваля – прыжок через шестиметровый горящий тоннель. Человек в этот момент находится на крыше машины. Еще один командный трюк – сальто через автомобиль, который мчится со скоростью около 100 км в час. Программу трюков отрабатывали несколько недель. Очередное выступление, подобное созданное праздник для автомобилистов, это доказывает, что нечего гонщикам делать на дорогах. Гоняйте на специально выделенных трассах. Гоняйте под руководством тренеров. Зажигание организовали администрации курорта и Российская автомобильная федерация совместно с лучшими гоночными командами страны. Для пилота «Формулы-3» Сергея Трофимова фестиваль стал подготовительным этапом к международному чемпионату по кольцевым гонкам на классических автомобилях. Сочинскую трассу спортсмен считает сложной, ошибок на поворотах она не прощает. Очень хорошо сделано, действительно другой уровень в России, разве что Москва-Российская может как-то еще поконкурировать. Совершенно мировой уровень, много где был, много где ездил. Трасса интересная, отчасти городская, это добавляет своего шарма. На автомобильном фестивале были и главные гоночные дисциплины заезды пилотов российской серии кольцевых гонок и гонщиков первенства «Миджет». Выступила и знаменитая команда «КамАЗ-Мастер». Победители ралли «Париж-Дакар» Эдуард Николаев и Эрад Мордеев промчались на 10-тонных грузовиках и приняли участие в состязании на скорость с автомобилями категории «Джет». Шоу собрало на трибунах по самым скромным оценкам около 6 тысяч зрителей. Организаторы считают, что такой фестиваль может стать ежегодным. В Сочи стартовал турнир памяти заслуженного тренера России Леонида Мадельяна. Соревнования проводятся уже пятый год и вызывают интерес не только у теннисистов края, но и спортсменов из других регионов. В турнире принимают участие более 60 спортсменов из Москвы, Сургута, Нижнего Новгорода, Красноярска, Абширонска. В большинстве, конечно, спортсмены из Сочи. Возрастная категория 9-10 лет. Некоторые теннисисты впервые участвуют в таком соревновании. Сетка на 32-4 игры надо выиграть, чтобы войти в финал и выиграть. Здесь разыгрываются все призовые места. Первое, второе, третье место. Парного разряда, смешанного разряда в этом турнире не предусмотрено. Организаторы турнира – воспитанники прославленного тренера. Леонид Мадельян – первый тренер, который прославил Сочи своим учеником Александром Зверевым. В целом, за свою жизнь Мадельян вырастил более 30 кандидатов в мастера спорта. И в завершение информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники Валя Денталь весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день. 17 тысяч рублей, улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...